Первый день работы Петербургского международного экономического форума, политики, историки, крупные предприниматели собрались в Эрмитаже. На встрече говорили о самых значимых проектах исторической направленности и роли крупного бизнеса в их осуществлении. Историко-просветительские проекты, реализуемые российским бизнесом, настолько многогранны, что перечислить все их едва ли возможно. Хочу еще раз поблагодарить наших уважаемых партнеров и воплощающих собственные инициативы в этой сфере и поддерживающих проекты российского исторического общества и участвующих в наполнении эндаумента фонда «История Отечества». Список компаний, которые направляют значительные средства на финансирование историко-культурных проектов, только расширяется. Большую поддержку бизнес осуществляет в том числе и государственному Эрмитажу. И в этом прослеживается преемственность традиций от Савва Морозова и Третьякова до наших дней. Мы видим, как формируется такая целая политика, система культуры участия в просвещении, даже уже отходящая от таких западных лекал, по которым сначала все строилось. Сотрудничество и с государством, которое теперь согласно поправкам Конституции обязано поддерживать культуру, а не только делать ее доступной, создают гранты всевозможные для проектов, которые существуют. Онлайн-выставки и подробный рассказ об экспонатах в интернет-пространстве, когда каждый желающий может досконально изучить практически любой предмет из коллекции того или иного музея, не отходя от компьютера. Новые тренды, которые активно развивались во время пандемии и показали, контент тоже можно монетизировать. Однако все это, конечно, не может полностью заменить обычного похода в музей. Да, бизнес это, безусловно, важная составляющая, но наступает время, когда ты задаешь себе вопрос, а зачем, а почему, а для чего. И естественным ответом на это, безусловно, выступает то, что все, что ты наработал, все, что ты сделал, должно найти адекватное социальное звучание. Все более значимую роль сейчас играют и спасательные раскопки, ведь именно в ходе них подчас обнаруживают самые ценные артефакты. У нас много работы, которая проводится в том режиме, когда наши строительные корпорации являются заказчиками, археологи являются исполнителями, но каждый из этих проектов, если он организован правильно, это проект по историку посвятительского характера. Причем подчас сокровища в буквальном смысле находятся у нас под носом. Кто бы мог подумать, что при строительстве центральной кольцевой автомобильной дороги мы найдем замечательные шлемы, которые относятся к периоду Ивана Грозного, который мы один тоже восстановили, передали в исторический музей. Планом с историческим обществом мы прорабатываем сейчас проект создания музейного комплекса на трассе Москва-Санкт-Петербург. Глобальная стратегия поддержки просветительских культурных проектов уже выработана. Это создание так называемых эндаумент-фондов, где аккумулируются средства и пожертвования меценатов. В век цифровых технологий деньги и расчеты тоже становятся цифровыми. А вот так они выглядели раньше. В ходе визита в Санкт-Петербург председатель российского исторического общества посетил выставку в Петропавловской крепости, которая открылась к столетию советской чеканки. За стеклами витрин – монеты от времен НЭПа до перестройки. Это эскизы монет, которые швейцарская фирма предложила чеканки в Советской России. Именно здесь, в Петропавловской крепости, ныне одной из главных площадок Музея истории Санкт-Петербурга, состоялось первое заседание Попечительского совета музея, главой которого был избран Сергей Нарышкин. Это наследие имеет колоссальное значение для жителей города. Музей истории Санкт-Петербурга всегда будет оставаться в центре общественного внимания, поэтому на Попечительский совет ложится немалая ответственность. Музей истории Санкт-Петербурга – это не только Петропавловская крепость, но и множество других важных культурных объектов, включая монумент героическим защитникам Ленинграда, музей-квартиру Блока, особня Крумянцева на английской набережной, крепость Орешек, музей печати и другие площадки, каждая из которых принимает сотни тысяч посетителей в год. Одна из главных задач на сегодня – это проведение реставрационных работ. Их объем предварительно оценен более чем в 4 миллиарда рублей. Реставрация Менщикского пастиона, реставрация фасада Петропавловской крепости, выходящего на Неву и ряд других объектов, которые входят в состав Музея истории Санкт-Петербурга – это и крепость Орешек. Конечно, она нуждается в больших реставрационных работах, так же, как нуждается и в дальнейшей реставрации памятник защитникам города Ленинграда. В попечительский совет Музея истории Санкт-Петербурга вошли самые известные и влиятельные политики, бизнесмены и деятели культуры. Если учесть, что залог эффективной работы совета – это в первую очередь его состав, можно с уверенностью сказать, что музей реализует еще немало значимых проектов. Служба информации Фонда История Отечества.